Всем привет, с вами Тома, и сегодня у нас будет распаковка, обзор двух прозрачных принцесс из второй волны Rainbow Shimmer, принцессы Cadence и принцессы Twilight Sparkle. Первая волна успешно приезжала к нам в Россию, там была прозрачная Селестия и прозрачная принцесса Луна, они были широко доступны в различных сетях магазинов игрушек, но, к сожалению, вторая волна к нам так и не добралась, с ней вообще были проблемы и даже за рубежом ее найти было не так-то просто. Я заказывала себе вот этих двух принцесс с доставкой из США, получилось не то чтобы дешево, но уж очень я хотела их. Особенно я хотела принцессу Cadence, потому что когда еще давно эти поняшки появились только на выставке, еще в начале 2014 года, их показали на Toy Fair в Нью-Йорке, и я сразу захотела себе вот эту именно прозрачную Cadence с блесточками, я просто не могла от нее отказаться, поэтому я ее себе заказала. Если вы захотите таких же поняшек, к сожалению, да, только пока заказ из-за рубежа, потому что в России их не было и, скорее всего, уже никогда не будет. Они находятся в прозрачных кейсах, как и принцесса Селестия Сулны, я обзор был на канале, ссылочку я вам обязательно вставлю. Кейсы немножко помялись из-за транспортировки, да, они прозрачны с двух сторон. Все это, в принципе, было уже в прошлом обзоре, и давайте достанем наших принцесс из их упаковочки и посмотрим поближе. И первым делом я хочу отметить, что эта вторая волна, в принципе, является копией первой волны, потому что сами молды поняшек точно такие же, как были в первой волне. Допустим, принцесса Кейденс у нас фактически перекрашенная принцесса Селестия, то есть точно такой же, все такого же размера, такой же формы, только другой формы глазки и другие цвета используют. Даже крылышки у нее тут не как у Кейденс, да, у Кейденс крылышки как у Луны примерно, а тут крылышки чисто такие Селестии. И то же самое с Твайлет и Луняшей, причем Луняша тут такая, что она сама по себе, на Твайлет сильно похожа с малиновыми прядями волоса, да, и Твайлет, которая Твайлет не сильно далеко от Луняши ушла по всем параметрам. Опять-таки только немножко другие цвета и другие глазки, да. Ну, давайте поподробнее рассмотрим пони, начнем с Кейденс, раз уж я ее так хотела. Кейденс у нас розовенькая, прозрачная, крылышки тоже прозрачные, розовые, без всяких намеков на градиенты. У нее внутри, у нее плавают внезапно сердечки, насколько я вижу. Так, вот, цитер нахожу. Да, там сердечки, они очень так медитативно падают вниз, переливаются в смеси глицерина и воды. Глазки ровненькие, корона у нее снимается. Корона, опять-таки, как у Селестии. Но камушек ее покрашим, в принципе, расцветка ее соблюдена. Ну, глазки, понятное дело, уже нарисовали, какие надо. В принципе, Кейденс, молд Селестии более-менее подходит, не считая крыльев, да. Ну, смотрится симпатично. Крылышки тут у нее, как у Селестии, скрепятся на спине. Хвостик в отдельном отсеке для хвоста. И грива у нее тоже разноцветная. Это у нас еще линейка Рембл Павер. Выходили они в прошлом 2014 году. Вот эта вторая волна должна была выйти ближе к концу года. Первая волна выходила чуть раньше, где-то осенью, да. Вот эти поняшки должны были выходить ближе к зиме. Но они почему-то так никуда практически не вышли. Даже, как я уже говорила, за рубежом их было не так просто достать. К гриве у нее целое разноцветие. Кроме ее обычных розового, желтого, фиолетового, еще есть зелененькие. В принципе, я могу ее сравнить с принцессой Кейденс, которая тоже была в линейке Рембл Павер чуть ранее с вот этими большими крыльями. Тоже выходила Кейденс и твайлая такая. И, в принципе, расцветка гривы тут чем-то похожа. Тоже есть зеленый, только тут более такой салатовый зеленый, да. А тут более такой изумрудно-травянистый. И фиолетовый, в принципе, более-менее одинаковый. Конечно, обеих надо бы причесать. Корона у нее, естественно, снимается. И одевается. И вот так она у нас выглядит. Ну, не знаю, мне очень нравится. Я очень хотела себе вот эту вот такую канонично-кристальную прозрачную кейв. Мне очень нравится этот молд. Хвостик, кстати, двухцветный, тоненький. Ну, как и у вот этой вот. Поняшки, кстати, у молды немножко разные. Вот это что? Молд Кейденс изначальный, да. А это уже все-таки какая-то Селестия. Она и выше, и немножко стелосложение другое. В общем, миленькая, очень клевая поняшка. Метка с одной стороны, конечно же. И вторая поняшка у нас Твайлайт. Твайлайт, Твайлайт, Твайлайт. Фиолетовенькая. В гриве у нее, кроме ее основных малинового фиолетового... Такого... Ну, тут розовый фиолетовый и немножко другой фиолетовый. Еще есть желтый. Ну, как и в других Rainbow Power форматах. Хвостик двухцветный. А внутри у нее падают ее... Нет, не ее. Пятиконечные звездочки. Не шестиконечные, а пятиконечные. Но тоже очень красиво падают. Немножко на копытце там застряли. Реально красиво такое зря. Вот умеют иногда делать хорошие, интересные игрушки. Корона, как у Луняши. Одноцветная тоже. Глазки ровненькие на месте. Рог здоровый. Здоровый Рог. У нее все-таки был поменьше. Крылышки опять-таки Луняши. И рельеф на крылышках присутствует. Симпатичный такой звездочки. Миленько. Вот тоже самое отсек для хвоста, чтобы вода не выливалась. И голова от них отдельно. Водичка у нас с глицерином только в туловище. Метка с одной стороны. И вот конкретно Твайлент я могу сравнить с большим количеством Твайлент. Но сравню только с двумя. Так, корона у нас успешно отвалилась. Так, как-то на Селесте корона вообще сидит. Это у нас уже, не знаю, какой вариант. У меня, допустим, есть обычная каниколонная маленькая Твайлент. Да, из Кьюти Марк Мэджик. Давно выходившая. Потом это вот чутка покрупнее. И есть из Радужного Замка. У нас Твайлент на Молде Кейденс. Уже такая большая Кейденс. Вот. И у нас такая эволюция Твайлент получается. Еще маленько себя поставить надо. И еще есть точно такая же тоже на Молде Кейденс каниколоновым. Только Твайлент. С такими же огромными крыльями. Поэтому я не стала сюда ставить. Это и так не с дома. В принципе, у всех Рэмбоу в форматах Твайлент в гриве идет дополнительно желтый. Кьюти Марк Мэджик уже не такой разноцветный. Хотя столько же много меток. Это у нас получается какой-то промежуточный вариант. Между Молдом Твайлент на Молде Кейденс. Между Пони на Молде Кейденс. И обычной каниколоновой поняшей. Такой какой-то средний вариант. Мне формат Прозрачных Принцесс очень нравится. Жалко, что вторая волна Water Cuties будет выходить уже с непрозрачным телом. А только с прозрачными крылышками. Потому что сама идея Прозрачных именно по ней мне очень интересна. Красиво. И в общем жалко, чтобы пока на этом закончили. Как уже говорила, достать поняшку в пределах России. Только если заказывать зарубежных сайтов можно. Так в рознице вы их скорее всего не найдете. Только если ваш какой-то локальный магазин вдруг чудом решит их завести. Ждать я уже их думаю не стоит. Потому что это должно все было выходить еще в прошлом году. Это еще Rainbow Power. Сейчас идет уже Beauty Mark Magic. Но надеюсь вам было интересно посмотреть про них и послушать. И целым ролик понравился. Был интересен и полезен. До встречи в следующих. С вами была Танна. Пока. Субтитры подогнал Игорь Негода.